Как проходила подготовка к этому чемпионату России? Я готовилась со сборной России по фехтованию на сборе. Там фехтовала, получала уроки своего тренера. В принципе, вот так и проходила. Ты вела в этом бой с огромным преимуществом. Какую тактику выбирала? Ну, поначалу я работала больше в атаке, как бы прессингаловала противника. Я пыталась найти момент для правильных действий. А потом мне тренер подсказал уйти в оборону. Я больше фехтовала от обороны уже. В общем, сложно далась победа? В этом бою не очень сложно. Главное, тренер вовремя подсказал. Я не летала туда, не получала уколы дальше, а перестроилась, и уже бой сложился так, как нужно. Твоя соперница была намного младше тебя? Чувствовалось какое-то преимущество опыта над возрастом? Ну, конечно, это всегда чувствуется. Не только в этом бою, но и с другими соперницами, которые младше по возрасту, значительно младше это ощущается. Впереди Олимпиада в Рио, и сейчас еще есть шанс у некоторых спортсменок попасть и пройти вперед. Чувствуется, что уже острее становится борьба? Ну, борьба началась с начала этого сезона. Да, конечно, как бы страсти накаляются, я ничего не могу сказать, но я думаю, она уже обострилась давно до этого турнира, как бы задолго до этого турнира, и на этом турнире девочки просто продолжают бороться между собой за попадание в команду. Завтра командное соревнование, у вас сразу же на следующий день идет, у мальчиков есть день перерыва, успеете ли восстановиться, и как будете настраиваться? Ну, мы всегда так фехтуем, как бы у нас нету дня перерыва, это как у мальчиков, поэтому мы привыкли. Сегодня отдохнем, покушаем, я думаю, завтра с новыми силами, бай!